для меня x-factor это такая вот огромная энергия как любовь которая во мне живет смотрят x-factor не только семья моя практически вся клиника смотрят спрашивают можно ли смс-ки отправлять очень рад был встречи с дочкой вот так знаешь куда мы сейчас поедем праздновать твой день рождения для анечке было неожиданно что на дне рождения и встретит серий васильевич будь всегда здоровый красивый счастливый любимый ваш двойной праздник данечка в америке это ему передать смешку от нас спасибо большое это было просто к ударная волна как как какого-то позитива он и кариотик у меня кариотик как у тебя конечно такие вот маленькие семейные радости ему очень нужно сейчас это был очень кстати какие песни как песня на вокале отца песня нравится дыпы дыпы пи 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 шла баба по грибе а дит по пеньки в неделю раненько молодец молодец он скучает очень по детям и по семье потому что давно они не сидели за общим столом потому что здесь идет борьба на выживание мужчин что он проходит какой-то вот спецшкол такую да экстерна и ему каждую неделю нужно сдавать важный экзамен от которого зависит аттестат медицине есть такое правило да лучше предупредить заболевание чем заниматься его лечением того чтобы не потерять любой нужно меньше думать больше и чувствовать хотелось бы чтобы люди после исполнения этой моей песни пусть начнут начнут это ценить сергей гладер я спросил у ясеня где моя любимая любимая ясень не ответил мне качая головой я спросил у тополя где моя любимая тополь забросал меня осенью листвой я спросил у осени где моя любимая где моя любимая осень мне ответила проливным дождем у дождя я спрашивал где моя любимая где моя любимая долго дождик слезы лил за моим окном я спросил у месяца где моя любимая я спросил у месяца где моя любимая я спросил у облаке не ответил мне я спросил у облака где моя любимая я спросил у облака где моя любимая облака растаяло в небесной синеве я спросил у меня друг ты мой единственный где моя любимая где моя любимая ты скажи где скрылась я знаешь где она друг ответил искренний Друг ответил преданный, была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени. Сергей Гладир на сцене Шольф-Фактор. Чуешь, как приятно. Знаешь, есть такая приказка, почему судилось быть, то не минути. Так мало статися, чтобы ты остановился на этой сцене, в этом сезоне. Я могу смело сказать, ты тут на своем месте. А знаешь, что интересует наших зрителей? Валерий Уральцев из России пишет, какую песню ты чаще всего поешь своему сыну? Ну, есть такая песня Александра Малинина «Храни тебя, сынок». Я не знаю, знают, они... Ну, наспевай, чтоб знали люди, якщо не знают. Можешь? Трошки. Храни тебя, сынок, от правильного счастья, храни тебя, сынок, держать у сердца зло, храни от суеты, от... Извините, дальше не могу. Переполняю чувства просто. Дякую, дякую. Серега? Ну, что ты скажешь, это было очень сильно. Это было настолько искренне, мужественно и сильно, что мне хочется, чтобы с этой минуты тебя объявляли только как Серега Гладир. Серега Гладир. И после нашей совместной репетиции, к прошлому эфиру ты очень изменился в лучшую сторону. Да, я вспоминал. Право, твоему наставнику. Спасибо. Очень хорошо. Нет, замечательно. Только плюсы ты сейчас, только положительные купоны ты пожал. Молодец, Владыра. Спасибо. Дякую. Ира. Ну, конечно, песня создает определенную атмосферу. От этого никуда не деться. Все мы эту песню очень любим, хорошо знаем. И... Ну, как? Как по-настоящему, как по-мужски, как чувственно, трогательно и тепло это было исполнено? Вот другого слова, кроме как верю, я просто не найду. И очень хочется перед Новым Годом пожелать вообще всем людям, чтобы вот такие истории, грустные истории, все-таки оставались там, в песнях. Но не в нашей жизни. Дякую. Спасибо, браво. Дякую. Игорь. Не, а что у суммная история? А стала мне женой. Это что, суммная история? Что? Ну, мысли к другому уходим. Ну, чужому ушла. Чужое... Фу, аж слов не подберу. Зараза какая-то. Кто, я? Чи Гладирь. Дивися, Сереж, рада тебя бачити. Так и хочется перефразувати. Гладирь был стоматологом, а скоро уж финал. Гладирь был стоматологом, а скоро уж финал. Гладирь был стоматологом. Я сподіваю, что это у вас был не танцувальний хит, Сережа. Не-не, это была баллада. Окей, я тогда рад и сподіваю, что вы будете занимать... А вот. А мы сидим танцували, просто было темно. А седов завжди танцует. По-вильно можно танцювати, Игорь. Сереж, мне кажется, ты можешь больше. И я хотел бы, чтобы ты спевал далее больше. Другая песня будет на разрыв, я это знаю. А это было, ну, так как сказали мои коллеги. Душевненько. Новый год скоро. Канал из тебя всех выпередил. Мы первыми проспевали эту песню в прямых эфирах. Мы и так всех выпередили, Игорь. Дякую. Дякую. Сергію. Вы знаете, сколько я не смотрю этот фильм «Иронія судьбы» и сколько я не слушаю эти песни. Каждый год. Ну, как минимум каждый год. И вы знаете, не надоедает нисколько. Ни фильм, ни песня. Более того, каждый год открываю что-то новое в этом фильме. По-новому открываю сюжет, содержание, философскую канву абсолютно. Гениальная музыка, там звучат гениальные стихи, гениальные песни, гениальные исполнители. Всё гениально в этом фильме. И вот эта композиция Миколета Рибердева и Анастасии Владимира Киршона тоже, конечно, создаёт настроение в этом фильме. Она, конечно же, грустная, но эта грусть всё равно светлая. Потому что это житейская история. Ну, друг увёл любимую. Ну, что? Это жизнь. И нет в этом ничего трагического, страшного. Это жизнь. Вот такая она. Поэтому здесь никакой нет истерики, нет никакого надрыва. Это надо просто принять и всё. Вот об этом и весь фильм. Спасибо, родной. Спасибо, Серёж. Дякую. Абы за тиждень не шукати відповідь на питання.